МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире специальный выпуск времени новостей. В студии Егор Ильченко. Здравствуйте. Сегодня в России единый день голосования. Для нашей республики это день выборов депутатов Госсовета Коми 6-го созыва. Напомним, в последний раз жители принимали участие в избрании региональных парламентариев 13 марта 2011 года. Всего на 478 мандатов в Коме претендовали почти 2000 кандидатов. Из них 353 человека избирались в Госсовет, где предстояло заместить 30 мандатов. Сегодня днем, придя на участки, жители получали бюллетени, где были представлены региональные отделения восьми политических партий. Коммунисты России, партия «Единая Россия», Российская Объединенная Демократическая Партия «Яблоко», Коммунистическая Партия Российской Федерации, Партия «Справедливая Россия», Партия «Родина», Патриоты России и ЛДПР. Для тех, кто не мог прийти на избирательный участок сегодня, в течение 10 предыдущих дней была возможность проголосовать досрочно. Этим правом в нашей республике воспользовались, по данным избиркома, 9% избирателей. В их числе те, кто проживает в труднодоступных местностях, до кого-то добраться можно было только пешком, а до оленеводов Заполярья исключительно на вертолете. Любовь Лапина продолжит. Перед вылетом проверка в избирательной комиссии. Бюллетени и ящики для голосования. На последних, как и полагается, пломбы и печати. За приготовлениями тщательно следят наблюдатели. Последние инструкции и в путь, на вертолет. Другим способом к оленеводам сейчас не добраться. Стоябища раскинулись в радиусе примерно 100 километров от Воркуты. В районе реки Силова-Яхоп поселка Хальмир-Ю реки Кары. Это к северу от Воркуты. Едва вертолет приземляется, как навстречу спешат первые избиратели. Место участковой избирательной комиссии – обычный чум. Место кабинок – мини-стол. Рядом стоит ящик для голосования. В это время оленеводы уже стоят на готове с паспортами в руках. Плюсик, галочку. Ну, один значок. В других клеточках ничего не пишем, ничего не рисуем. Иначе, говорю, тень будет недействительным. На каждый листок там или на один? Не на один, за кого ты голосаешь. На этом стойбище всего 9 человек. Немного. Впрочем, среди тех, кто на месте, даже вопросу не возникает, зачем голосовать и для чего вообще нужны депутаты. У нас бригадир для чего-то тоже нужен. Чтобы не было какой-то разрухи, наверное. Я думаю, всем нужно голосовать. А почему? Ну, потому что мы живем в этом. В России, в этой республике. Мне кажется, чем мы отличаемся, мы все равно должны голосовать. А вот и следующая точка. Еще одно стойбище. Здесь участковую избирательную комиссию наблюдателя и пресса встречают едва ли не торжественно. Насколько это вообще возможно в условиях вечной мерзлоты. Ради знаменательного события местные чумработницы надели лучшие сарафаны. Красочные одежды не смогли скрыть даже надетые поверх теплые куртки. За полярией уже сейчас, стоя дело, метет снег. То, что надо. На каждом, на всех четырех листах. Так, пожалуйста, Алексей Владимирович. Я пока разберусь. Так. Ты набрал? Четыре. Голосует всем семейством. Пока взрослый отдает свой гражданский долг, малышня делится рассказами о северной жизни и ее обитателях. Это Мичук, да? Он любит всякие сладости. Да ты что, у меня шоколадка. Надо же было мне с тобой шоколадку сюда взять, да? И еще он любит конфеты сладкие. Конфетки сладкие. Члены избирательной комиссии отмечают, всего на стойбищах проголосовать должны 45 человек. Все эти леневоды прописаны в самой Воркуте, в железнодорожном микрорайоне. Надо отметить, что в этом году организация выборов гораздо лучше. Больше было людей предупреждено о том, что мы прилетим. Люди ждали нас, люди готовились к этому. Больше заинтересованность в проведении выборов. Ну и, соответственно, конечно, больше людей проголосовавших по сравнению с тем же периодом, ну, два года назад. В итоге 45 человек свои голоса отдали 20. Это неплохой результат, ведь многие не смогли присутствовать по вполне объективным причинам. Олени-воды пасли оленей на отдаленных пастбищах. Любовь Лапина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрген, Воркута. Карткировский район становится лидером по активности уже не первую выборную кампанию. Высокую явку здесь регистрируют всегда. По наблюдениям сельских избирательных комиссий, жители муниципалитета голосуют в основном с утра. В этом убедился Евгений Ракин. До открытия еще пять минут, а карткировские избиратели уже в предвкушении. Председатель комиссии просит немного подождать. В это время в Урну сбрасывают бюллетени до срочно проголосовавших граждан. Наконец, сельчан запускают. Первым свой выбор сделал Виталий Ломов. Он работает и проживает в Сыктывкаре. Но специально прибыл сюда с позаранку. Проголосовать по прописке. Долг каждого из нас выбрать ту власть, которая сделает что-то для нашей республики. Местный избирком ожидает высокую явку. Своим избирательным правом жители Карткировского района пользуются активно. Ну а для праздничного настроения радушный прием каждого избирателя, традиционная торговля выпечкой и даже бесплатный медосмотр. На 542-м участке жителям предлагали померить давление и пульс. Мы ожидаем явку около 70%. У нас в Карткировске всегда идет активное голосование. Люди с удовольствием идут на выборы. На периферии голосование проходит не так бурно, как в райцентре, но тоже довольно активно. Многие свой выбор сделали уже в первой половине дня. Другие – ближе к вечеру. Уж очень погода хорошая. Кто в лес по грибы, кто в земле копается. Самый предусмотрительный свой гражданский долг выполнили досрочно. Досрочно у нас проголосовали 102 избирателя. Это 20% избирателей. И на сегодняшний момент, на 11 часов, у нас пришли на избирательный участок 82 избирателя. Получается где-то 38%. Голосуют, что называется, всем миром. И пенсионеры, и люди еще юного возраста, и рабочая молодежь. Чтобы садики были, больницы были, школы были. Чтобы дороги ремонтировали. Чтобы благосостояние росло наше. А как без власти? Жизнь так не сложится сама. Кому-то ведь надо командовать. В качестве дополнительного стимула для избирателей, местные закупщики дикоросов организовали специальную акцию. Предъявители выборного календарика могли сдать грибы и ягоды по более выгодной цене. На 10 рублей дороже с каждого килограмма. Евгений Ракин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Карткировский район. Одним из первых сегодня на своем избирательном участке появился глава республики Вячеслав Гайзер. Как он признался журналистам, за всю свою жизнь он не пропустил ни одного голосования, даже проходя службу в армии. Как отметил губернатор, участие в выборах дает возможность каждому жителю региона влиять на те решения, которые принимает власть. Именно от рядовых граждан республики зависят новые составы муниципальных советов и парламента КОМИ. Остановился Вячеслав Гайзер и на том, каким видит его будущий состав. В первую очередь сформированы квалифицированными, взвешенными людьми, действительно любящими республику, то место, где они живут. И настроены на конструктивную работу, вне зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются. Потому что самое главное – это интересы республики, интересы того муниципалитета, который они будут представлять. Игорь Ковзель на этой неделе успел проголосовать досрочно, поэтому приехал посмотреть за ходом проведения выборов в Ухту. Его визит начался с посещения избирательных участков в поселке Шудаяк. Там спикер парламента КОМИ пообщался с председателями участковых избирательных комиссий, а еще объехал 15 избирательных участков в Ухте и оценил важность сегодняшнего события. Выбор кандидатов в местные советы имеет большое значение для дальнейшей жизни города. Все-таки у нас не год, не два. Это достаточно большой срок, который мы сегодня выбираем людей, которые будут потом участвовать в управлении города. Это очень важно, какие люди тут придут, какая будет команда, насколько она будет конструктивно работать с исполнительной властью. От них будет очень много, на самом деле, зависеть. Следом за главой КОМИ свой голос отдал и председатель правительства республики. Заметим, что к этому часу на его участке было не протолкнуться. Такая гражданская ответственность порадовала Владимира Тукмакова. Вице-премьер отметил важность позиции общественности. Именно для этого в КОМИ уже были созданы общественная палата и общественные советы при всех органах власти. Выборы же позволяют услышать мнение не только о активной части общественности, но и в целом всех жителей республики. Парламент, его члены парламентарии должны быть как минимум ответственны за тот выбор, который был сделан людьми. Это раз. Во-вторых, парламентарии должны быть в своей работе абсолютно конструктивны. То есть популизма, как мне кажется, здесь должно быть самый минимум. Самая главная работа парламентарии – это в том, чтобы принимать законы, тщательно их изучать, понимать те риски, те последствия, которые нередко законы эти за собой влекут, понимать положительные последствия принятия этих законов. В любом случае, это должен быть профессионал. Депутат Госдумы Владимир Паневежский сегодня не голосовал, но лично проверил ход организации процедуры голосования. Он пообщался с членами участковых избирательных комиссий и гражданами. Приятно удивило, что жалоб от жителей не поступало. Паневежский высоко оценил также организацию массовых мероприятий. Так на одной из ярмарок депутат приобрел игрушки работы местных мастеров для своих внуков. Я положительно оцениваю сегодня организацию выборов. Считаю, что выборы проходят на высоком и крестном выбор уровне. Считаю, что активность такая серьезная и явка уже в некоторых участках 50% подходит. От 30 до 50% обычно, как в предыдущих участиях в голосовании. Настроение очень хорошее, мне нравится у людей. Везде праздник, везде музыка, торговля, концерты, занятия с детьми, спортивные мероприятия. На одном из участков Владимир Паневежский встретился с сенатором от республики Владимиром Торлоповым. Коллеги обсудили предвыборную кампанию и положительно оценили рабочий режим дня выборов. По данным Республиканской избирательной комиссии, на 10 часов лидером появки был Сосногорский район 27,3%. В аутсайдерах в Оркута 5,91%. В 12 часов передовиком оказался Сосногорский район 36,13%. Низкую активность по-прежнему проявляла в Оркута 12,08%. В 15 часов лидер и аутсайдер сохранились. У Сысалы 48,58, в Оркута 19,33%. В 6 вечера ситуация изменилась следующим образом. В лидерах по явке Прилузский район 57,7%. Наименьшая избирательная активность по традиции в Оркуте 23,83%. Общая явка составила 44,24%. В эти цифры вошли также бюллетени, заполненные на досрочном голосовании. К этому моменту все участки для голосования уже закрылись. За последней информацией, которая в эти минуты буквально стекается в избирательную комиссию КОМИ, следит Ольга Коняева. И у нас есть возможность в прямом эфире узнать обо всем по порядку. Ольга, добрый вечер. Итак, традиционный на сегодня вопрос. Как обстановка? Добрый вечер, Егор. Мы целый день сегодня работаем в избирательной комиссии Республики КОМИ. Члены комиссии дежурят здесь с самого раннего утра. И им предстоит трудиться еще всю ночь. И сюда стекается вся информация с Республики. И по последним данным нарушений на участках не зафиксировано. Было несколько жалоб в территориальной избирательной комиссии, но их в основном на месте устранили. Также есть свежая цифра по количеству наблюдателей. Всего в Республике за выборами следили 1442 человека. Из них 279 наблюдателей от кандидатов. Остальные от партий. Одна партия так и не назначила своих наблюдателей. На горячую линию избирательной комиссии КОМИ поступило несколько десятков вопросов. В основном люди спрашивали, где можно проголосовать, если человек сейчас находится не по месту регистрации в Республике КОМИ. Егор. Ольга, известно, когда будут обнародованы первые итоги сегодняшнего голосования? Этот вопрос я адресую председателю избирательной комиссии Республики КОМИ Елене Викторовне Шабаршиной. Она сейчас стоит рядом со мной. Елена Викторовна, здравствуйте. Когда же мы узнаем первые итоги голосования? Действительно, последние избиратели проголосовали на избирательных участках, для голосования они закрыты, и члены участковых комиссий начинают подсчет голосов избирателей. Напомним, что избиратели заполняли от трех до четырех избирательных бюллетеней, а участковым избирательным комиссиям предстоит заполнить, оформить и выдать заверенные копии протоколов лицам, имеющих на это право, от трех до четырех. Это большой трудоемкий процесс. Кроме того, предстоит оформление иной необходимой документации. После составления протоколов участковых комиссий они поступают непосредственно и немедленно в вышестоящие территориальные избирательные комиссии, в которых после проверки правильности оформления протоколов данные этих протоколов вносятся в систему ГАЗ-выбор. После этого мы можем говорить о предварительных итогах голосования. Поскольку я уже сказала, что нам всем организаторам выборов в Республике Коми предстоит большая трудоемкая работа, тем не менее мы ожидаем, что к полуночи начнут поступать первые данные протоколов участковых избирательных комиссий, а ближе к утру мы можем вместе с вами уже наблюдать первые предварительные итоги голосования по значительной части территории Республики Коми. Как вы оцениваете сегодняшнюю явку избирателей? Явка избирателей сегодня несколько ниже, чем в прошлом году на выборах главы Республики Коми, но соотносимо с прошедшими региональными выборами последними в 2011 году и составила более 44% избирателей, зарегистрированных в Республике Коми. Вот интересна ситуация в Оркуте, там голосуют на электронных комплексах и вроде бы информация должна быть известна сразу. И так ли это на самом деле? Определение итогов голосования на участках с использованием комплексов для электронного голосования несколько отличается от обычных. Конечно, протокол участковой избирательной комиссии, электронный протокол, можно будет получить практически через 20 минут, но вся работа со списком избирателей, другой избирательной документацией, электронными бюллетенями в данном случае будет осуществляться в общем порядке предусмотренным законодательством для всех избирательных участков. Поэтому на самом участке результаты получатся очень быстро. Но доставка протокола участковой комиссии с этих избирательных участков будет осуществляться в общем порядке в вышестоящую территориальную избирательную комиссию. Процесс будет короче, но я прогнозирую, что не совсем значительно. Елена Викторовна, когда же все-таки мы узнаем последние результаты голосования, как будет построена работа избиркома дальше? – Напоминаю нашим избирателям, что выборы депутатов Государственного совета Республики Коми проводились с использованием смешанной избирательной системы. И результаты будут определяться отдельно по одномандатным избирательным округам, окружными избирательными комиссиями и по единому избирательному округу избирательной комиссии Республики Коми после получения протокола всех территориальных комиссий об итогах голосования по частям территорий Республики Коми. В окружных избирательных комиссиях избранным будет кандидат, который получил наибольшее количество голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, обозначенным в избирательном бюллетене, и по одномандатным избирательным округам мы ждем результатов 14 и 15 сентября, в зависимости от конкретной территории. Что же касается результатов по единому избирательному округу, а количество мандатов, причитающихся списком кандидатов, выдвинутых политическими партиями, которые набрали свыше 5% и будут считаться допущенными к распределению мандатов, будет зависеть от количества голосов избирателей. И определение результата выборов по данной избирательной системе среди политических партий мы надеемся подвести 16 сентября. Спасибо, Елена Викторовна. Егор, будут ли еще вопросы? Спасибо, Ольга. На прямой связи из пресс-центра избирательной комиссии была моя коллега Ольга Коняева. В Иркуте некоторые избиратели сегодня уже традиционно голосовали с помощью современных сенсорных устройств. Электронными комплексами в Заполярье были оборудованы 35 избирательных участков. Дабы у населения не возникали проблемы с техникой, на каждом были установлены специальные тренажеры. У нас уже второй год присутствуют волонтеры. Они находятся у нас в первом зале, выборы проходят в третьем зале. И на входе они предлагают избирателям попробовать потренироваться, как они будут это делать в реальном режиме. Как показывает практика, даже самые возрастные участники голосования после инструктажа с задачей справились. Вы знаете, в принципе нормально, хорошо. Неудобно было. Я так думаю, может быть пенсионерам сложновато, которые не знают, нет навыков с компьютерами. Вот, конечно, да. Ну а молодежь? Легко. Это, конечно, непривычно для нашего возраста. Но, тем не менее, все равно это как бы стимулирует. Ну, более современно. Ну, это уже, естественно, на 21 век, что-таки, как-нибудь так. Мы же идем по возрастающей. Преимущество этих комплексов в том, что устройства выдают готовые протоколы моментально. Чем значительно ускоряют и упрощают процесс обработки данных. О ходе сегодняшнего голосования своими мнениями поделились представители некоторых партий. Если учитывать, что все будет честно, то тогда я предположу, что расклад будет примерно такой. Порядка там 38-40% это у партии власти. У реально настоящей оппозиции ЛДПР порядка 25%. 23-25%. У коммунистов КПРФ где-то порядка 13-15%. И у праворосов порядка 7-6%. Ничего не предрешено. Все зависит от нас. Как мне нравятся слова Высоцкого. Плевать я хотел на обузу примет. У него есть предел. У меня его нет. Это песня летчика-испытателя. То есть все зависит от нас. Мы должны осознавать, что наша судьба в наших руках. И, кстати, контроль над пресловутой партией власти тоже в наших руках. Поэтому, понимаете, это способ проявить свою слабость. Понимаете? Обнаружение своей слабости. Что, дескать, от нас ничего не зависит. Мне кажется, это логика упадка. Результат, который будет, собственно говоря, он покажет как раз влияние нашей партии в обществе. Мы уверены, что он будет не меньше, чем тот, который мы получили по результатам прошлых выборов в Государственный Совет. Я напомню, было два места в Государственном Совете, и мы получили порядка 16%. Ну, традиционно в последние годы так сложилось, что у нас почему-то побеждает одна-единственная партия. И какого-то в этом отношении плюрализма на территории Российской Федерации не наблюдается. Поэтому, наверняка, победу, конечно, мы ожидаем одержит Единая Россия. Но мы рассчитываем на второе крепкое место. Выборы проходят на высоком уровне. Явка избирателей достаточно большая. Это говорит о многом, о том, что, значит, люди неравнодушны. Пойдут на выборы, пытаются отдать свой голос за изменение обстановки не только в Республике Коми, а в целом в Российской Федерации. Результат 65-70% это Единая Россия, кто бы как ни голосовал по Республике Коми. А остальные те, которые будут поддакивать Единой России, как это уже происходило. Я очень удивлюсь, очень буду удивлен, если мы наберем хотя бы 7%, и я уверен, что жители Республики Коми отдадут эти 7% не менее. По вопросам, касающимся проведения выборов, граждане могли обратиться по телефону горячей линии избиркома и общественной палате Коми, при которой работала рабочая группа за честные выборы. По итогам дня стало известно, что грубых нарушений на избирательных участках не отмечалось. В общественной палате Республики создана рабочая группа за честные выборы. По состоянию на 18 часов московского времени рабочей группы обращений от жителей Республики не было. К слову, за период предвыборной кампании рабочая группа за честные выборы при общественной палате Коми рассмотрела всего три обращения. В Коме 13 сентября было многолюдно не только на избирательных участках, но и в магазинах. Сразу после избирательных участков многие поспешили воспользоваться заветным календариком, который выдавался на выходе с участков. Он является гарантом скидок на товары и услуги в магазинах, партнерах акции «Попади в десяточку». К конкурсу подключились крупные торговые сети и аптеки, где все виды товаров можно было приобрести со скидкой до 50%. Акцию поддержали и участники ярмарки «Урожай-2015». Елена Кононова продолжит. Покупатели на ярмарке «Урожай-2015» перед оплатой готовятся предоставить календарик, полученный при выходе с избирательного участка. Проголосовавшим на весь ассортимент скидка 10%. Например, килограмм картошки всего за 16 рублей. Ровно год назад, в единый день голосования, когда вся республика выбирала главу, акцию «Попади в десяточку», поддержали только 30 участников ярмарки. В этом году подключились 94 сельхозпроизводителя. По данным Минсельхоза, с календариками 80% покупателей. Поэтому самые большие очереди как раз у аграриев, которые решили предоставить скидку избирателям. Уже днём фермеры перестают спрашивать подтверждение о голосовании и скидку предоставляют каждому потребителю. Люди знают, что скидка, приходят, просят, покупают. Чему только рады. Многие голосуют ранним утром, чтобы успеть отвариться со скидкой. Особым спросом пользуются мясо и овощи. Я купил мясо немножечко и выпечку, хлеб. Этот магазин тоже участник акции. Здесь поток покупателей с 10 утра. Даже продохнуть некогда, сознаются кассиры. Все хотят успеть приобрести товары с 13% скидкой. У нас только в час пик бывает толпа, а так сегодня вообще много. И ходили уже за неделю, присматривались, что лучше купить. В продовольственных магазинах, участниках акции тоже ажиотаж. Для выходного дня такой наплыв покупателей небывалый, говорят администраторы. Оно и понятно. Для предоставивших календарик товар дешевле на 15%. Люди набирают полные корзины. Всё-таки отдыхаю от дачи. Вот это, скорее всего, отдых от дачи. Очереди за лекарствами, медицинскими приборами и выходной день тоже бьют рекорды. Каждый второй с календариками. Люди приходят, то есть наплыв был, а сейчас пока спокойно. Но самое главное, после 20 сентября среди обладателей календариков определят владельцев автомобилей и квартиры. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган. Ход голосования в регионе на личном контроле держал министр внутренних дел Виктор Половников. Он лично проверил крупные избирательные участки в Сыктывкаре. Всего же на страже порядка в единый день голосования было больше тысячи полицейских. По информации регионального МВД, в некоторых муниципалитетах к силовикам присоединились народные дружинники и сотрудники частных охранных фирм. В Ухте одним из самых ярких моментов этого дня стало выступление чемпионов Европы по бодибилдингу. Сгибая в баранирок сковородки, они тоже говорили о значимости голосования. Ольга Ануфриева оценила красоту выборов. Свою силу и мощь демонстрирует абсолютный чемпион Северо-Запада России по бодибилдингу Сергей Зепальт, финалист Кубка России Восточной Европы Дмитрий Крылов, абсолютный чемпион России, призер состязаний Арнольд Классик Дмитрий Климов и чемпион России Максим Гаврилов. Их задача – сделать день выборов настоящим народным праздником. Будем много ломать, крушить, будем демонстрировать свою силу. И в принципе, мы всегда, так скажем, на ура воспринимаемся зрителям. Поэтому я думаю, что в Ухте мы покажем, может быть, где-то уже то, что другие видели, но здесь все будет впервые. Программа сразу обещала удивить ухтинцев. Сковородки, толстые талмуды, резиновые горелки в руках силачей превращаются в крайне податливые предметы. За трофеи из рук участников команды рвутся по бороться девушки. В шуточном конкурсе преуспевает ухтинка Елена Ягушева. Ухтинский сильный пол тоже не остался в стороне. Согнуть своими силами металлический болт оказалось не так-то просто, как кажется, глядя на профессиональных атлетов. Однако, кажется, публику в полный восторг приводит дробление бетонных блоков прямо на теле одного из бодибилдеров. Это все делалось только для того, чтобы люди видели, какие есть сильные молодые люди, и также хотели к этому стремиться, быть хоть немножечко на них похожи, или фигурой, или усилия. Шоу атлетов никого из ухтинцев не оставило равнодушным. А сами спортсмены обещают вернуться с еще более насыщенной программой. Утренние выпуски в 6.30 и в 7.30 завтра также выйдут в прямом эфире. Мой коллега Константин Куратов огласит первые итоги сегодняшнего голосования. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в 12.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова